18 апреля 2021 года я приехал в город тэдбери или как на местном диалекте тут бери а вот у вас в городе кто по дорогам ходит голуби а тут павлины один павлин так хорошо исписал всю машину своим клювом что это даже не могу сказать наверное очень хозяин машины рад этому но не знаю у свои законы перед тем как пойти в крепость крепость еще была закрыта еще не было 11 часов меня встретили две удивительно дружелюбные лошадки лошадки пони ну очень дружелюбные но пока я решил вернуться и посетить церковь святой марии церковь в том виде в каком мы видим сегодня очень старого возраста она на 350 лет старше остатков замка является самым старым при пригодным для использования зданием став отшили первая церковь на этом месте вероятно было англо-шаксонской были обнаружены следы более ранее церкви но их происхождение немного сомнительным строительство было начато около 1086 года гендрихом де феррером это была память о короле вильгельме завоеватели и его жене королеве фландрии матильди а вот тут летающие коты это алебастер местный камень который до сих пор добывают в этом районе это самый ранний пример английский резьбы по алебастру около 1160 года единственный в стране и его использование во внешней арке он находится в замечательном состоянии сохранности примерно через 60 лет после совершения строительства церкви роберт феррер построил монастырь и укомплектовал его двенадцатью братьями из нормандии они были бенедиктинцами это был монастырь в то время церковь была больше чем сейчас она была примерно вдвое длиннее вообще говоря у церкви были была менее бурная жизнь чем у замка в средние века поскольку церкви почитали с большим почтением но в ней были свои интриги генрих 8 распустил монастыри в сентябре 1538 года король нуждался в деньгах нынешняя башня была построена эдвардом первым в 1867 году была возведена новая крыша самый старый регистр содержат записи о крещениях и браках и захоронениях датируемых 1668 годом церковь едва не было полностью разрушена во время второй мировой войны когда рядом упала бомба и так замок татбери этот замок в значительной степени разрушенный средневековый замок в городке тутбери графство стаффордшир англия на сегодняшний момент он принадлежит обществу english heritage английское наследие он известен тем что здесь останавливалась алеонора аквитанская ну и конечно королева шотландии мария стюарт которая там была пленницей об этом я постараюсь рассказать больше остановиться на марии стюарт первый замок был построен норманами около 1080 года это была в общем-то башня хотя раскопки показывали что еще в древности то есть примерно 3000-2000 года нашей эры здесь были уже поселения так как это был холм замок был почти уничтожен в 1264 году после восстания роберта де ферре шестого графа дерби в 1269 году после нового восстания земли были переданы эдмунду краучбеку и остались частью герцогства ланкастер 1300 годам замок был в значительной степени отремонтирован но как жилой а не как военный опорный пункт томас граф ланкастер не только исправил разрушение которое он выдержал находясь в руках графа дерби но и придал ему величие великолепия которым он раньше не обладал сделал его своей главной резиденции исходя из более чем княжеского стиля жизни в котором жил стал благодетелем для окружающей страны незадолго до 1370 года замок был еще более существенно перестроен джоном гонским с 1372 года до его смерти в 1394 году замок был постоянным место жительства к станции жены джона гонского ее двор щедро покровительство музыки и искусству и как говорили был чем-то похож на современный виндзор по своим обидцам есть некоторая компьютерная реконструкция замка довольно неплохо компьютерная 3d реконструкция замка примерно 16 века так он выглядел в эпоху своего рассвета и а о а Субтитры сделал DimaTorzok К концу XVI века замок начал разрушаться Хотя Джеймс I, король Англии, несколько раз останавливался здесь В начале XVII века Но самое большое разрушение замок получил во время гражданской войны в Англии Между войсками Кронвеля и войсками Карла I, рейлистами Войска Кронвеля долгое время его осаждали И, в общем-то, нанесли массу разрушений После этого Кронвель приказал снести замок Для того, чтобы никогда здесь уже больше не сконцентрировались силы рейлистов Многие камни из разрушенного замка пошли на постройки домов, которые рядом с замком Ну и также дороги выкладывали Тут при раскопках было определено, что где-то на 2 фута, это примерно 60 сантиметров Глубиной он представляет собой мощеную площадку Ну, как бы, дорожки там из мощенного булыжника Ну, хотелось бы немножко остановиться на временах заключения здесь Марии Стюарт Первое, что нужно помнить, что Мария Стюарт и Мария Тюдор Это совершенно разные люди Мария Тюдор – это была сестра Елизаветы I А Мария Стюарт – это племянница И не надо это путать Потому что Кровавая Мэрия – это Мария Тюдор А Мария Стюарт – это совсем другая женщина Про Марии Стюарт написано довольно-таки много произведений Снято очень много фильмов И даже сделаны рок-песни Конечно, фильмы последние, которые сняты Их уже невозможно смотреть Потому что они очень далеки от истории Но, как бы, до 70-х годов еще можно что-то порекомендовать Хотя, конечно, есть некоторые такие фантастики Ну, что делать? Нет ни одного исторического фильма в истории Не сняты еще Я не могу сказать Чтобы видел какой-то полностью исторический фильм Итак, Мария Стюарт Она была здесь четыре раза С каждым разом ее все время ограничивали в свободе То есть, если она первое время могла заниматься соколиной охотой Еще чем-то выходить в город Даже раздавала какие-то подарки Людям на церковные праздники То последние ее годы Последнее ее заключение было крайне ограничено в передвижении То есть, она могла гулять только по внутреннему дворику замка Мария Стюарт, она жаловалась на то, что в замке было сыро и холодно И даже, как написано, что она жила на последнем этаже башни И на этой башне не было ни одного окна И все равно она соорудила себе мини-шатер над кроватью Чтобы было теплее спать Я хочу напомнить, что в основном в средние века В конец средних веков Все-таки окна замков были не остеклены Они были просто оконные проемы Недаром английское слово window Окно Все-таки изначально происходит от слова Английского слова wind Ветер Так что это все нормально Стекло было довольно-таки дорогой вещью в то время Ну, конечно, если кто-то хочет узнать более интересные факты Об истории Марии Стюарт То я рекомендую вам посмотреть лекции Натальи Басовской К сожалению, ныне уже покойной И Тамары Эдельман Я ссылки поставлю внизу под видео Ну что, прогуляемся дальше Посмотрим на граффити Которые оставили древние наши предки на стенах замка Также посмотрим на псевдо-историческую башню Ну и также немножко отсебятины В конце видео я дам И все-таки не могу не рассказать О казни Марии Стюарта Саму казнь, состоявшуюся 8 февраля 1587 года В замке Фоттерингейт Блестяще описал Стефан Цвейк Итак, почитаем, что же он пишет В средневековье много жестокости и насилия Но бездушным его не назовешь В иных его обычаях отразилось такое глубокое сознание Собственной бесчеловечности, какое недоступно нашему Времени В каждой казни, сколь бы зверской она ни была Посреди всех ужасов нет-нет Да и мелькнет проглеск человеческого величия Так, прежде чем коснуться жертвы Чтобы убить или подвергнуть ее истязаниям Палач должен был просить у нее прощения За свое преступление против ее живой плоти И сейчас палач и его подручный, скрытые под масками Склоняют колено перед Марией Стюарт И просят у нее прощения за то, что вынуждены уготовить ей смерть И Мария Стюарт отвечает им Прощаю вас от всего сердца Ибо в смерти вижу я разрешение всех моих земных мук И только тогда палач с подручным принимаются за приготовление Между тем обе женщины раздевают Марию Стюарт Она сама помогает им снять шеи цепь При этом руки у нее не дрожат И по словам посланца ее злейшего врага Сесила Она так спешит, точно ей не терпится покинуть этот мир Едва лишь черный плащ и темные одеяния падают с ее плеч Как под ними жарко вспыхивают пунцовое и споднее платье А когда прислужницы натягивают ей на руки огненные перчатки Перед зрителями словно всполыхнулось кроваво-красное пламя Великолепное, незабываемое зрелище И вот начинается прощание Королева обнимает прислужниц Просят их не причитать и не плакать на взрыд И только тогда преклоняет она колено на подушку и громко Вслух читает псалом А теперь ей осталось немногое Уронить голову на колоду, которую она обливает руками Как возлюбленная загробного жениха До последней минуты верна Мария Стюарт королевскому величию Ни в одном движении, ни в одном слове ее не проглядывает страх Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов приготовилась достойно умереть Но что значит все человеческое достоинство И все наследованное и благоприобретенное самообладание Перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства Никогда, и в этом угуд все книги и реляции Казнь человеческого существа не может представлять собой Чего-то романтически чистого и возвышенного Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным Омерзительным зрелищем, гнусной бойней Сперва палач дал промах Первый его удар пришелся не по шее А глухо стукнул по затылку Сдавленное хрипение Глухие стоны вырываются у страдалицы Второй удар глубоко рассек шею Фонтаном брызнула кровь И только третий удар отделил голову от туловища И еще одна страшная подробность Когда палач хватает голову за волосы, чтобы показать ее зрителям Рука его удерживает только парик Голова вываливается и вся в крови С грохотом, точно кегельный шар Катится по деревянному настилу Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает Все глядят в оцепенении Перед ними призрачное видение Стриженная седая голова старой женщины На минуту ужас сковывает зрителей Все затаили дыхание Никто не проронит ни Силова И только попик из Петербора, наконец опомнившись, хрипло восклицает Да здравствует королева! Накомая восковая голова на дворян, которые, случай жребию, вынутся иначе Были бы ей покорнейшими слугами и примерными поданными Еще с четверть часа конвульсивно вздрагивают губы Нечеловеческим усилием подавившие страх земной твари Скрижещут стиснутые зубы Щадя чувства зрителей На обезглавленное тело и на голову медузы Поспешно набрасывают черное сукно Среди мертвого молчания слуги Торопятся унести свою мрачную ношу Но тут неожиданное происшествие рассеивает охвативший всех суеверный ужас Ибо в ту минуту, когда палачи поднимают окровавленный труп Чтобы отнести в соседнюю комнату, где его набальзамируют Под складками одежды что-то шевелится Никем незамеченная любимая собачка королевы увязалась за нею И, словно страшась за судьбу своей госпожи, тесно к ней прильнула Теперь она выскочила, залитая еще не просохшей кровью Собачка лает, кусается, визжит, огрызается и не хочет отойти от трупа Тщетно пытаются палачи оторвать ее насильно Она не дается в руки, не сдается на уговоры А жесточенно бросается на огромных черных извергов Которые так больно обожгли ее кровью возлюбленные госпожи С большей страстью, чем родной сын, чем тысячи поданных Присягавших ей на верность, борется крошечное создание за свою госпожу Продолжение следует... 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 Продолжение следует...